всем привет с вами карабаш 74 и сегодня мы продолжаем нашу экскурсию по редактору карт для игры спин тайрос ребят я немножко приболел именно поэтому я сегодня с таким голосом и то есть ролик из этого не выходят то есть подлечиваюсь как могу и стараюсь быстрее делать ролики и так давайте сегодня создадим не будем так сказать долго разговаривать об этом создадим новую карту и попробуем сегодня ее создать собственно и прокатиться так я назову ее не знаю вы был так вы был так да давайте полигон я обещал полигон сделать полигон 2 потому что полигон 1 у меня уже есть ширину длину карты поставим так 9 на 9 и сделаем на собственно нам этого думаю достаточно будет итак нажимаем ok это у меня выкидывает ошибку из-за того что я установил камаз 43 101 дмитрий романенко я его поставил на редактор и то есть теперь у меня выкидывает небольшую ошибку но это ничего страшного собственно нажимаем ok создать территорию территорию террин землю поверхность да без разницы короче начинаем задирать ландшафт да давайте я для начала отключу лишнее то есть мы щелкаем правой клавишей в редакторе и убираем то что нам не нужно террин view так файл view мы точно отключаем он нам не нужен террин view он нам тоже пока не нужен то есть у нас освобождается дополнительная территория то есть нижнюю строчку мы просто вниз перетаскиваем так здесь мы тоже немножко вот эту вниз перетащим в правой стороне вот совсем другое дело то есть лишние окошки в принципе можно отключать и они даром не нужны эти лишние окошки то есть пока они не нужны собственно мы создаем только террин так размах мыши ставим нет чуть чуть поменьше поставим на так поставим на 30 да что ж ты вот 30 нажатия не давайте мы сначала опустим его то есть мне один мой подписчик подсказал что вот когда стоит на 50 это вот это и есть высота его 50 0 то есть . 50 то есть это вот эта высота этой сетки то есть если мы поднимаем выше он будет поднимать выше 0 50 высоты если мы опускаем ниже 0 50 то есть он будет ее вниз выдавливать итак давайте пробуем опускаем нашу территорию я наверно опущу ее по кругу так вот где-то примерно сильно не будем заморачиваться на этом сейчас я быстренько опущу ребят если ролики будут достаточно такие как сказать то долгие что ли то если вам не нравится вы пишите в комментах это я обязательно то есть буду как-то как бы сказать то то есть как-то сокращать вырезать лишнее то есть если вам это не интересно смотреть все все то есть ландшафт мы собственно опустили теперь нажимаем левой клавишей мыши на карту все у нас ландшафт создался так давайте мы создадим сразу воду так что я немножко убавлю громкости наушниках музыка играет слишком громко надеюсь на видео это не так отразится так оверлайн нет это у нас на оверлайн дороги да так создаем здесь мы вписываем но я не знаю сколько там 160 не даже больше то есть мы на всей территории сразу воду разместим еще ребят такой нюанс то есть вы можете сами контролировать как вам растягивать и и сейчас у тебя продемонстрирую это то есть давайте поставим на приблизительно на середину карты то есть чтобы вам в цифрах не заморачиваться вы можете регулировать прямо отсюда то есть в квадратике вот этот желтый квадратик загорает треугольник ромбик ромбик да вот так лучше назвать в этом ромбике мы нажимаем левую кнопку мыши зажимаем и начинаем в какую-либо сторону тащить то есть тащим вправо уменьшается тащим влево увеличивается дошли до конца экрана отпускаем и опять возвращаемся в ромбик опять перетаскиваем ну вот в общем как-то таким макаром так так я думаю вот этого нам будет достаточно даже можно немножко уменьшить что в принципе нам за края карты большой нужды нам нету ее туда тащить так и начинаем расширять то есть я думаю это проще чтобы не заморачиваться с цифрами да кстати давайте за края чуть-чуть заедем все таки то есть у меня будет единый ландшафт не знаю посмотрим если что я еще одну воду сделаю то есть я не хочу вот здесь с каждой стороны то есть ставить воду она мне даром не нужна то есть это лишняя обработка вот эти все детали то есть это занимает и время и собственно и все прочее занимает здесь мы начинаем его опускать то есть опускаем с этой стороны смотрим на вот этот вот рисунок то есть окантовка это у нас уже показывает как бы реальную воду то есть где-то приблизительно так оставим с этой стороны сейчас опускаем это же самое смотрим по моему даже этом слишком опустил да вот так сделаем вода у нас идет под углом то есть вот так вот мы сейчас приблизительно это все подровняем да идеально так все создаем воду щелкаем левой кнопкой мыши в любой так сказать в любом квадратике карты вот он наш террин так вот это вот в принципе можно отредактировать и опустить ненужное вот вода у нас тут же заполняется то есть он обрабатывает в реальном времени все это не пугайтесь то что пропала вода то есть когда мы нажмем create terrain то есть он применит все к нашему ландшафту и будет все замечательно так здесь тоже опустим нам лишнее не нужно в принципе вот так вот то есть теперь мы нажимаем create create terrain применить все к нашей территории так сказать то что он не отвечает это мы сидим ждем просто все видите вода появилась замечательно все отлично так дальше мы начинаем делать течение на воде то есть вода у нас не будет здесь мутная мутная она у нас будет вот здесь теперь мы создаем заходим water давайте сюда и будем убирать здесь фум это у нас кипение кипение у нас будет обрамление просто идти вот здесь speed speed мы выкручиваем до того и по всей так сказать длине нашей доблестной карты то здесь вы можете поставить рандомно но будет не совсем наверное хорошо выглядит блин щелкнул нечаянно отец создалось что нет ничего не создалось нечаянно щелкнул ребят извиняюсь так сюда здесь тоже все проходим так так все с течением мы собственно завершили щелкаем на карту вот теперь у нас появилось течение воды это чуть чуть пропало то есть мы на это не обращаем пока внимание это все нормально то есть добавляем теперь окантовку кипения воды то есть где-то примерно да я думаю что три с половиной будет достаточно то есть нам надо то вот здесь только сделать по всей ширине ставим фум ну давайте рандом поставим здесь мы выкрутим до талого вообще-то нет тоже поставим где-то процентов на 90 пускай стоит тут можно не заморачиваться тоже больно а да блин у нас тут вот кусок ну и хрен с ним собственно начинаем делать вот это окипение воды то есть беспорядочно просто делаем посмотрим как это все будет выглядеть собственно в действительности потому что знаете я вот посмотрел то есть толковых описаний по поводу редакторов и толковых так сказать кто вообще делает вот это вот все то есть не ничего никто почему-то не пишет я не знаю с чем это связано то есть я буду много делать уроков по поводу этих карт созданий всего прочего то есть следите за новостями в к то есть я всегда там выкладываю что то то есть возможно даже сделаем опять же в прямом эфире но не как в прошлый раз то есть прошлый раз завалился я вообще что-то да еще эти суки меня довели так мы делаем обработку так create terrain чтобы у нас все это квадраты пропали к черту они нам не нужны все у нас все пропало вот вода у нас кипит выглядит это достаточно некрасиво но извините уж я делаю то что ну вот когда при приближении допустим лучше делать без рандома тогда будет красивее выглядеть но когда вы на машине подъедете будет выглядеть достаточно интересно красиво течение я так понимаю в одну сторону да все течение в одну сторону по идее вот здесь вообще не должно быть ну ничего страшно все-таки это у нас полигон они что-то там еще так далее по поводу раскрасок здесь гораздо все сложнее то есть все это не работает и я об этом уже говорил по поводу того что добавляем то есть в каждом квадрате у меня нет никакого желания разрисовывать карту в каждом квадрате ки разным цветом то есть я покрашу сделаю стандарт это что в принципе движок поддерживают то есть это два цвета выбираем их эти цвета это будет у нас трава и будет у нас дир 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 не нравится мне дир мы сделаем конкрет это бетон 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 и трава так здесь у нас здесь у нас тоже такая же ситуация как и с ландшафтом то есть первое у нас идет если мы крутить будем влево нажатия то у нас будет получаться соответственно больше травы я не знаю почему так но почему-то так а если мы будем крутить вправо будет получаться больше бетона херня какая-то вообще полная вот теперь у нас все стало в бетоне немножко соответственно травы но нам нужно сделать все это наоборот то есть мы заходим так выкручиваем раз у нас вот он идет вот так смотрим вот видите то есть появляется больше травы то есть здесь я вот в этой хероборе я разобрался то есть то что идет первое у нас гроз вот этот он соответственно здесь выставляем дирт но он по идее по умолчанию стоит но все равно проверяйте на всякий случай то есть и здесь мы если первое нужно больше первого вот этого строчки 1 то нужно выкручивать влево если нужно вторую бетон выкручиваем вправо вроде как то так вот ведь собственно что получилось так делаем create terrain его делайте почаще потому что бывают всякие лаги баги и все прочее лабуда лучше сделать create terrain и нажимаете после каждого create terrain control с то есть чтобы вам сохраняться из того места уже запускаться потому что не дай бог вас что-то пойдет не так и в общем все это слетит чертовой матери и будет не очень это красиво как я понял а по сети это то есть разукраситься весь ландшафт или что что-то в этом роде ну короче эта функция всегда работает по разному то есть я нигде никогда такого не видел но вот в этом редакторе я это увидел то есть теперь я вообще ничего не понял а ну да собственно вот так вот сделаем то есть разукрасим сейчас все равно у нас там будет лесок небольшое еще что-то вот видите как замечательно все работает то есть собственно а теперь мы делаем create terrain и у совсем другая картина выйдет нет странно видите то есть это вообще никак не работает то есть по поводу этого оппозити очень чуть работает если мы возьмем не будем разукрашивать все так сказать в траву сейчас как-то она интересно почему-то работает не знаю с чем это связано create terrain то есть я после каждого действия стараюсь сделать create потому что я говорю редактор может слетать выбрасывать ошибки но не так часто конечно но все же так ну с этим разобрались я не понимаю только почему у меня текстура так вот наносится давайте я ее побольше сделаю а потом где мне не надо я удалю травы мне надо побольше то есть зачем мне сплошной бетон что он мне ни к чему сейчас будет достаточно долго обрабатываться на вот засеяли да и где не надо я буду собственно удалять его допустим сейчас трава везде лежит вот здесь мне не нужен делаем получается бетон так теперь с текстурами разобрались нанесли две текстуры то есть как надо но я советую то есть красить пока в единый монолитный цвет но это не совет это такая небольшая подсказка то есть покрасили в единый монолитный цвет потом вы все это можете удалить где они нужно то есть мы разобрались с тем как разместить вторую текстуру и все как бы на этом на этом все то есть со второй функции материал мы разобрались локации локации ребят лучше их не ставить самом начале то есть когда вы уже карту практически будете доделывать можете поставить локации потому что тоже иногда особенно на рифах это выдает иногда ошибки вообще такие что приходится потом переделывать весь рф то есть треф это дополнение то есть готовую карту нанести на другую карту кусок карты нанести на другую карту модели давайте поставим модели наши и ну это естественно что мы модель бригада ну да это вот кам она камазовский ругается но это я уже не обращаю внимание к этому уже привык но и вот с горем пополам все это у нас появилась и это не может не радовать так нам нужен собственно а здесь дополнительно у меня еще появились так нам нужен нам нужно что а гараж до гараж так мы сразу его разворачиваем потому что он стоит у нас к нам за задом так сказать так здесь у нас получается да где-то где-то приблизительно так мы поставим сюда пускай она стоит в середине чтобы она мне мешал ни с какой стороны так и опять же ребят привязка к ландшафту делаем привязку к ландшафту то есть щелкаем на вот этом ромбике кстати гараж тоже можно увеличивать уменьшать то есть можно вот такой вот сделать можете чуть чуть побольше сделать я не вижу никакого смысла делать его побольше то есть пускай будет как как бы как стандартный в ромбике мы щелкаем правой клавишей мыши и нажимаем долл энд то есть опустить до ландшафта проверяем вот вы сами прекрасно видите то есть он у нас стоит на ландшафте то есть не надо его регулировать в высоту это когда у вас большие перепады идут гористая местность или еще что-то большие перепады тогда придется подгонять вот а так в принципе он стоит достаточно нормально можно даже чуть-чуть приподнять и поэкспериментировать вот сейчас у нас он получается да ну короче то же самое получается что и было собственно по большому счету да он по большому счету он теперь висит так еще раз долл энд отлично все пускай он так и стоит мне даром не надо теперь заходим в материалы так у нас конкрет стоит на конкрете второе так и начинаем то есть расчищать все под гаражом и собственно по кругу я ставлю рандомно то есть рандомно это достаточно интересно получается то есть он кусочек там оставить кусочек здесь оставят это получается достаточно то есть как будто как настоящей жизни так под гаражом бы тоже шлифануть то есть вводим под гаражом под гаражом можно сделать не рандомно то есть убрать полностью все если у вас так сильно настораживает допустим это так вот сделаем проверяем наши блин да что что повернулся паскудник отлично так вот так получается у нас в принципе перед перед гаражом выкручиваем на полняк вот здесь еще в дверь в открытую видно что там у нас трава растет так сказать так рандом убираем вот мы получили вот такой эффект что у нас гаража гаража у нас все замечательно можно зайти проверить посмотреть то есть травы и нету травы нет и это очень хорошо очень радует нас так сейчас я посмотрю сколько у нас времени уже прошло видео 24 минуты ребят я думаю давайте на этом закончим первую серию то есть будет я сейчас дальше продолжу снимать то есть буду их выкладывать по очереди а с вами был карабаш 74 с очередным так сказать строением в редакторе кар для игры спин тай раз это была первая серия ждите продолжение в ближайшие часы она выйдет подписывайтесь на канал подписывайтесь на паблик контакте ставьте лайки не забывайте ребят всем удачи всем пока до новых встреч